Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Так, ребята, по ночным событиям, потому что тут Русня пишет, что по Украине нанесен такой катастрофический удар, что вообще сил нету, и вообще катастрофа полная, Украина в огне. Ребята, все чушь полная, значит, давайте расскажу, что было на самом деле ночью. Мы ночью действительно просыпались, эти придурки пулялись, ну я сейчас по Киеву, потому что потом по Одессе еще наговорю. По Киеву они пулялись дронами, этими иранскими шахедами, мы прекрасно знаем, что Россия криворукая, не в состоянии даже дрона сделать, соответственно, использованы вот эти вот иранские тарантаски. Вот, летело по нам 35 тарантасок, количество сбитых этих вот мопедов 35 штук. Сбили 100%, значит, есть, но уламки этих, как минимум двух этих мопедов свалились в городе. Разбито несколько легковых, несколько грузовых автомобилей, ну и скажем так, ну легковой точно один сожжен полностью, то ли 7, то ли 9 машин разбито частично. Грузовим повезло меньше, там говорят до 15 поврежденных автомобилей. Что еще? Разбит фасад обломками мопеда, разбит фасад жилого дома и часть этого мопеда залетела в квартиру. То есть, квартира, да, там требует ремонта после этого. Пятеро постраждалых, ну, видимо, это те люди, которые как раз в этой квартире и проживали, что естественно, да, мопед залетает, конечно, в квартиру. Слава Богу, не сдетонировал ничего, но сами понимаете. Пятеро постраждавших и в одном месте повреждена проезжая часть, не сильно. Вот это результат, как говорится, полета 35 шахедов на Киев. То есть, пшик, пшик. Ну, вот они рассчитывали тут город залить огнем, но вот получилось, значит, сожгли несколько автомобилей на стоянке и вот разбили квартиру, разбили фасад жилого, конечно же, жилого дома. Крупное достижение, хотя для расиста сейчас там Соловьев будет захлебываться слюной, стонуть, собственно, и слюней, и кричать ура, ура, мы победили, победы. Деды воевали, срочные дедов на палку и на парад, да. Вот так. По Одессе там дело несколько хуже, значит, там ситуация какова. Попадание было по сельскохозяйственному производству, разбит один цех, был пожар, его уже потушили. Было еще одно попадание по зоне отдыха в Одессе. Ну, понимаете, они по Одессе пуляли ракеты Х-22. Она вообще не точная. Она летит, ну, в направлении. Там плюс-минус полкилометра для нее ничего не значит. Соответственно, возможно, они еще куда-то пуляли, что там находится в полукилометре, я не знаю. Но, с военной точки зрения, вот эти объекты, куда эти ракеты попали, несут нулевую нагрузку абсолютно. Насколько я знаю, вот в Одессе никто не пострадал. Но это требует уточнений, потому что это еще, как говорится, не точно. Ну, насколько вот на это чаще, сколько у нас там, 9 утра, о пострадавших в Одессе ничего не известно. Вот так вот. В Киеве пострадавшие, я же говорю, вот эта семья 5 человек. Это то, что было сегодня ночью, то, что вот сейчас стало известно. Мы просыпались от тревоги, не знаю, может было часа 2 ночи. Я не отвечаю за слова. Я не смотрел на часы. Гудело сильно. Шахедов я не слышал на этот раз. Их сбивали где-то за городом в основном. Единственное, что у нас по духам постоянно упало ПВО. Ну, я С-300 хорошо отличаю от всего остального. Вот. Оно упало, да, это было на раз 5 пугнули, может больше. Я уже не понял. А потом я спать пошел, забил на это все, да и вот это вот, что проснулся. Все будет Украина.